Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа медицинская. Речь пойдет о стационарном отделении номер 3. И у нас в гостях заведующий этим стационарным отделением номер 3 Андрей Овчинников. Здравствуйте! Сразу же хочу спросить. Ну, заведующий – это как бы должность, это ответственность. Я уж не знаю, кому как. Кому-то тяжесть добавляется. И же просто человек-врач пришел, отработал, ушел. А вы отвечаете за все отделение. Вы сами по специальности кто? Я по специальности хирург. Хирург. А, ну, хирургу проще, он же жестче и так далее. А хирург какой? Или хирург любой, может быть? Хирург, общий хирург. Ага. То есть аппендицит можете вырезать, если что? Могу. А можете и не вырезать, если что? Могу не вырезать. Хорошо. Ну, мы поговорим, конечно, о серьезных еще вещах. Почему? Потому что в наших программах часто мы приглашаем медицинских сотрудников, для того, чтобы... Ну, я объясню. Многие люди начинают, когда проблемы со здоровьем, искать что-то на стороне, ну, за деньги, да. Не в курсе, что здесь у нас происходит, да, какое у нас есть оборудование, какие у нас есть врачи. И начинают куда-то ехать, платить деньги. И, кстати, далеко не факт, а иногда можно сказать совсем не факт, что вы получите то, что вы можете получить бесплатно, по закону, особо далеко никуда не уезжая. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что в вашем отделении лечат. Какие направления? Стационарное отделение номер 3 располагается в поселке Красково на улице Карла Маркса. Емкость его 369 коек, из которых 25 коек, относящихся к отделению, находятся в поселке Октябрьский, 15 коек Сестринский уход и 10 коек терапии. Остальные 344 койки располагаются в поселке Красково. Это много коек, получается ли? Это много. Больница многопрофильная, отделение многопрофильное. В нем располагаются хирургические койки и терапевтический профиль коек. К хирургическим относятся отделение урологии, отделение гинекологии, отделение хирургии, отделение офтальмологии. Имеются терапевтические койки, 40, кардиологические, неврологические, инфекционные койки койки медицинской реабилитации и есть также 12-коечное отделение реанимации ну и собственно говоря вспомогательные службы рентуен узи она функциональная диагностика приемное отделение еще об оборудовании тоже поговорим потому что тоже важно а многие до сих пор думают что для того чтобы что-то сделать нужно куда-то опять же ехать вот это не всегда так у вас получается ну можно сказать все популярные направления сегодня присутствуют если можно выразиться популярными потому что мы их так любим а потому что ну заболеваемость именно в этих направлениях к сожалению более заметно чем других но важно еще понять что к вашей же к вашему отделению как там люди прикрепляются приходят кто-то приезжает кто может стать кто может лечь к вам больницу может быть потенциальным пациент под пациентом для где-то подсчитано что прикрепленное население вот по кусту кустом мы называем ближлежащие поселки порядка 80 100 тысяч населения но принципиально у нас лечится жители любериц то есть тут не имеет значения по какой улице ты проживаешь и все люберецкие жители имеют право приучить там помощь даже это при врач может понравиться я не пойду к тоже ближе пойду к нему до каналы госпитализации как правило это или направление из поликлиники или скорая помощь может человек обратиться самотеком а что такое самотек самотек это когда пациент знает что расположена по этому адресу больница находясь где-то рядом почувствовав какой-то недуг недомогание посчитает нужным обратиться для этого он приходит в приемное отделение из документов у него обязательно должен быть паспорт и медицинский полис ну даже если не будет это мог привести позже обратиться с жалобами он будет осмотрен врачом и по профилю госпитализирован даже вот так но это очень хорошо потому что мне казалось что такое невозможно то есть то есть не житель любилиц тоже может попасть не житель любилиц может попасть житель москвы жители соседней области бывает что к нам пациенты попадают и из других городов и в том числе городов подмосковья и по договоренности даже существует такое понятие перевод из больницы в больницу в том случае если в другой больнице нет такого профиля который есть у нас но чаще всего это касается двух отделений это отделение нефрологии где лечит заболевания почек и отделение медицинской реабилитации вновь открывшейся у нас я как-то присутствовал при такой вот ситуации когда скорая помощь большое скопление людей это не связано никакой пандемии обычный такой трудовой день и когда тяжелого больного привозят и скорая помощь начинается с приемными врачами выяснять в эту больницу его не берут потому что не по его профиль и начинает искать там краскова краскова занята значит поедем куда в железку куда-нибудь туда то есть такой вариант тоже присутствует да когда не хватает каких-то коечных мест или не тот подход какой-то не бывает ситуация когда в соседнем городе например там балашихи может быть перегружено отделение и тогда пациентов везут все регулируют вот этот процесс министерство здравоохранения скорая помощь московской области вот а возят уже скорая помощь с неотложными состояниями но они доставляют скорая помощь понятно что важно еще по цифрам это же тоже показатель есть люди которые к вам приходят просто потому что приходят если люди как вы сами сказали могут приходить потому что им нравится например или удобно по каким-то другим причинам какие цифры госпитализации сегодня ну например может быть за год за месяц ну смотрите примерно за месяц на наших койках проходит лечение порядка 1200 полутора тысяч человек соответственно за год это где-то 15-17 тысяч если разделить по каналу госпитализации в среднем процентов 60 это скорая помощь где-то процентов наверное 40 это своими ногами плановая госпитализация а вот желательно чтобы была плановая госпитализация или от скорой помощи мы а я почему такой привет привожу вдруг всплеск то у нас там солнце то жара вот сейчас будет объявили объявили ну летом она и должна быть гипертония да люди начинают стрессовать зимой по другому вопросу стрессовать может быть такой вариант что 100 процентов у вас будет скорая помощь тогда никто не придет по постплановый вы знаете есть такое понятие сезонность некоторые отделения бывают перегружены сезонами например отделение инфекционное до терапевтическое отделение у нас всегда работает с перегрузкой есть более плановое отделение где пациенты получают плановую помощь к ним относятся например отделение офтальмологии отделение неврологии где лечит термин и болезни ну там ситуация 50 на 50 и скорая помощь везет но существует понятие плановой госпитализации взаимодействие с поликлиническими службами кабинет плановой госпитализации а чем больше сейчас болеют кого скорой помощи везет к вам чаще всего есть такая может быть не статистика но ощущение кого больше гипертоников я не знаю травматологии больше там какие-то болезни внутренних органов еще вы знаете нет я бы немножко всего понемножку но учитывая нашу специфику именно нашего стационарного отделения нам везут много пациентов урологического профиля много пациентов гинекологического профиля мы являемся районными в этом плане и только к нам привозят этих пациентов в остальном ну многое зависит от ну от разных факторов поэтому но в среднем за сутки в отделение через приемный покой проходит от 60 до 90 пациентов вот такая цифра понятно понятно хорошо следующий вопрос мы не можем его вам не адресовать потому что все врачи которые к нам сюда приходят и скажем так руководители врачей это естественно оборудование мы видим что она даже в поликлиниках маленьких совсем городов она изменилась за те даже 20 лет которые проходят она меняется очень быстро но что-то остается более таким надежным до работы до сих пор понимая всю ситуацию которая складывается тем не менее как некоторые ваши коллеги выступали здесь успели заказать на раньше и оборудование пришло все нормально что у вас с оборудованием чем похвастаетесь можем похвататься что последние два года я имею ввиду 2021 2022 году у нас были серьезные поставки в плане того что нам было завезено новое оборудование в частности новое оборудование поступило в операционный блок пришли новые лапароскопические стойки для работы гинекологического хирургического и урологического отделения поступил аппарат лазерный литотриптор для лечения мочекабенной болезни поступили новые операционные столы современные это важно что это очень важно с различными функциями поступили бестеневые лампы которые используются для освещения операционного поля причем те которые потолочные так фиксируются на постоянной основе и те которые передвижные то есть можно использовать дополнительно подъехать подвести дополнительно осветить что очень важно поступило новое оборудование в отделении анестезиологии реанимации наркозные аппараты аппараты и вл кстати с и вл сейчас у нас уже все хорошо он не была история на как раз наше отделение когда была борьба с ковидом работала в режиме к видного госпиталя была развернута мощная реанимация в которой лечилась до 40 тяжелых больных и соответственно в этот период конечно же очень сильно было снабжение вот у нас появилась эта аппаратура сейчас вот реанимационное отделение развернуто на 12 коек но мы всегда готовы готовы развернуть и большее количество коек вот современное оборудование появилось в стерилизационном отделении это стерилизаторы включая появился стерилизатор который при помощи режимов может стерилизовать оптическую оптическое оборудование то есть стойки оптика и то что там может повредиться при различных режимах ну и соответственно с 15 марта было открыто отделение реабилитации ну и соответственно в отделении реабилитации тоже есть современное оборудование используемое для реабилитации пациентов но кстати да она сейчас популярна и вот становится все больше 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 слово реабилитация звучит часто тем более среди последних событий она тоже будет необходимо то есть будет играть определенную роль ну что ж сейчас мы сделаем небольшую паузу еще же нам надо и о коллективе поговорить о других вопросах тем более там слова ремонт еще присутствует какой-то а ремонт для любого медицинского учреждения для нас то вроде как хорошо для посетителей что что-то ремонтируют что-то делают а для вас наверно как друг другая головная боль расскажите нам об этом делаем небольшую паузу нас гостях заведующий стационарным отделением номер 3 андрей овчинников напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях заведующий стационарным отделением номер 3 андрей овчинников и давайте мы о новом отделении реабилитации поговорим так как мы заканчивали раньше действительно же к этому относились но какая реабилитация встал немножко пошел гимнастику поделали кем это мат и какие-то самые простые станки я сегодня тоже более серьезный подход да да усилиями главного врача больницы и министерства здравоохранения мы прошли успешно лицензирование и 12 марта запустили отделение реабилитации если в общих словах рассказать что же мы там делаем на какие методики какие методики значит мы охватываем три основных направления три категории пациентов которым оказываем там помощь это первые пациенты которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения вторая категория пациентов это пациенты с заболеваниями периферической нервной системы и третье это пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и в том числе пациенты перенесшие в недавнем времени операции на опорно-двигательном аппарате ну то есть это эндопротизирование тазобедренного сустава коленного сустава по новому учимся ходить сидеть восстанавливаем функцию и потому что когда хирург сделал свое дело травматолог задача реабилитолога быстро восстановиться чтобы пациент мог сам себя обслуживать все функции были у него восстановлены чтобы он сам мог ходить кушать говорить ну вести нормальный образ жизни нормальный образ жизни соответственно для всего для этого набран штат настоящий момент отделением руководит опытный врач на подходе у нас выход еще одного доктора в июле выходит их будет двое работают в отделении инструкторы методисты лечебной физкультуры в отделении работают врачи-консультанты смежные это логопеды кардиологи неврологи терапевты геронтологи вот ну естественно средний медперсонал младший медперсонал все как как и должно быть а людей кстати больше стало обращаться и кто эти люди отделение рассчитана на 30 коек средние сроки госпитализации колеблется от двух недель до трех недель то есть в эти сроки мы должны уложиться и все методики применить и добиться уже значимых результатов но собственно как она все таки зависит от заболевания да кто-то на три недели пойдет кто-то и на три недели значит поскольку в самом нашем учреждении люберецкой областной больницы есть и отделение сосудистой неврологии и отделение общей неврологии и в двух филиалах у нас также имеется отделение травматологии много пациентов мы находим у себя то есть существует определенный алгоритм как пациенты после лечения или после оперативного лечения попадают в наше реабилитационное отделение для критериев существует определенная шкала мы придерживаемся определенных правил и еще один канал госпитализации это работа с поликлиниками есть пациенты которые наблюдают участковые врачи находит таких пациентов дома и таким образом они и собственно говоря за счет того что получают направление попадают на лечение в это отделение то есть врачи в данном плане не пассивный активный до предлагают чтобы да окей алиса еще такой вопрос офтальмология уговаривают что у вас она там неплохая вот или хорошая из на какое слово лучше почему сегодня интернет уже не говоря об обычных заболеваниях но мы все немножечко слепее если может так выразиться становимся при этом безусловно технологию становится все больше и больше как скажем может быть и в стоматологии да мы же всегда когда лечим зубы мы видим какие-то новые кресла поменялось что-то там поменялось и так далее но принцип остался тот же и болезни у нас остались те же да там глукома и так далее люди пожилого возраста наверно молодежь сейчас тоже быстрее обращается со зрением что у вас офтальмологии не секрет что в московской области существует несколько достаточно таких мощных отделений офтальмологических центров порядка пяти-шести и наше отделение попадает в перечень этих пятерку да наверное этих отделений у нас очень опытная квалифицированная заведующая которую пригласили вот уже где-то год она наверное трудится в наших стенах оперирующий офтальмолог которые владеют всеми современными методиками как вы ранее сказали основные патологии это катаракта это глаукома ну и плюс наверное стоит упомянуть дегенеративные заболевания сетчатки на фоне хронических заболеваний в том числе сахарного диабета методики современные оборудование для того чтобы проводить эти операции также современные врачи квалифицированные отработан поток госпитализации пациенты знают куда приходить есть специальный кабинет где ведет прием сам же доктор который потом в последующем будет лечить пациенты и и оперировать сроки госпитализации минимальные то есть мы за короткий период добиваемся хорошего эффекта результата то есть там средний срок госпитализации в этом отделении 4 5 ну может быть 6 дней пациенты приходят уже обследованы и поэтому как бы приглашаем действительно хорошие результаты хорошие отзывы я считаю попробуйте придите вот еще такой вопрос реанимация мы уже говорили немножко об этом вот как-то в советское время я помню слова реанимация означало что это в общем то просто предпоследняя ступенька да и все после этого все заканчивается а сегодня реанимация потому что такие слухи ходят что вроде бы как смертность уменьшилась благодаря хорошей работе аниматологов то действительно так может это не просто сопровождение к чему-то плохому а есть возможность вытащить человека мощное отделение реанимации на 12 коек коллектив практически обновился пришли опытные врачи достаточно опытные заведующие до этого трудились в различных клиниках московской области и москвы включая ведущие учреждения россии ну вот институт скорой помощи склифосовского со своими взглядами подходами коллектив молодых но достаточно опытные работаем где-то полгода наметились хорошие тенденции тому как правильно лечить этих тяжелых больных как их вытаскивать из их сложных ситуаций если говорить о цифрах но было бы корректно анализировать цифры наверное по прошествии уже где-то такого периода год и больше и взять за основу тоже какой-то определенный период и сравнить на данном этапе особенно учитывая что отделением работала в условиях к вида немножко другая была летальность мы строят сталкивались другими ситуациями но тенденция такая есть это замечают все и я считаю что у нас все получится и мы будем мы победим туда опять я возвращаюсь к теме а вашего персонального участия потому что заведующий он же как бы должен знаете как хороший музыкант он может играть на трубе на скрипке на рояле на гитаре если ему что-то нужно на другом научиться играть но это инструменты музыка развлечения тем не менее тоже труд вот насколько вы как хирург вынуждены вникать в работу каждого специалиста знаете мне я считаю что каждый врач независимо от того сколько ему лет всю жизнь получает образование но он может учиться в учебных учреждениях может набираться опыта конкретных примеров на конкретных примерах сталкиваясь с повседневными проблемами и ситуациями у нас так заведено что каждое утро начинается с обхода в реанимации где мы смотрим наиболее тяжелых больных и не всегда понятно что с этими больными делать но когда в лечении пациента участвуют несколько врачей врачей да там силем до собирается и мы ищем решение как помочь пациенту поэтому мне это нравится и я считаю это самой интересной частью своей работы на заниматься больными их лечением непосредственно находить правильное направление правильно то есть ту самую главную болезнь которую надо найти и вылечить следующий такой вопрос я там уже забрасывал удочки по поводу ремонта вот как это так вообще когда заведующий попадает на ремонт мне кажется это такие сложности определенные что вы ремонтируете чем порадуете но лично мне достаточно повезло потому что я пришел в сентябре в октябре 22 года и в общем то больница претерпела серьезные изменения и ремонт уже был сделан он был сделан в к видный период я хотел оговориться что мне до этого приходилось работать пять лет в этой больнице в должности заведующего хирургическим отделением и вот она дождалась этого ремонта я честно вам скажу что через три года эту больницу я не узнал но тем не менее в двадцать третьем двадцать четвертом в основном годах планируется капитальный ремонт основного корпуса ремонт коснется и помещений внутри и крыши и подвала и благодаря этому у нас появится еще дополнительные помещения что улучшит условия нашего труда и она и уже какие-то документы подписаны когда идет работа подрядчики вот эта вся история хорошо я так понимаю это будет сделано по последнему так сказать каким потому что одно дело когда строители простые другое дело когда все таки это специальное строительство до специальный ремонт я имею ввиду а связаны с правильным с правильным подходом на же вам было хорошо наше мнение всегда спрашивают спрашиваю конечно а как что должно быть расположено поэтому естественно во всех процессах в этих участвуем но это тогда это логично и правильно вам здесь жить и работать ну и собственно говоря традиционный вопрос мы знаем проблему например от такого никто не стесняется что рядом москва и молодые врачи которым кажется что они самые лучшие немножко поработав где-то московской области не обязательно в люберцах да потихонечку начинает искать себе место в москве потому что там и зарплаты побольше уж не знаю по каким другим причинам а это не говорит о чеке неплохо нехорошо каждый выбирает свою так сказать миссию вот на сегодняшний день мы можем говорить о том что все-таки в люберцах удается как-то сдержать вот этот отток а если уж врачи уезжают то есть возможность подыскать следующих то есть мы знаем многие ваши коллеги здесь говорили о дефиците определенных медицинских кадров причем не самого высшего уровня да иногда просто сестер не хватает вот есть же такая проблема как вам удается с ней справляться потому что вы же читаете эти личные дела берем на работу не берем я такой плавный подход к вашему коллективу проблема это существует мне кажется в любом лечебном учреждении но кого-то больше у кого-то меньше что касается нас хочу не без гордости сказать что мы ощущаем приток врачей где-то а нам в том числе из москвы и есть такая статистика нам удается привлекать сильные кадры но и во многом за счет и благодаря нашему руководителю он этому уделяет очень много времени у нас происходит на регулярной основе совещания и у нас жестко анализируется сколько врачей пришло на работу и сколько уволился и у нас не может уйти врач просто так написав заявление с этим врачом многократно общаются выясняют причины его такого решения непростого ну может быть действительно у кого-то там семейная ситуация а те моменты которые касаются когда человек ищет ну что-то или ближе к дому или может быть какую-то зарплату побольше но это везде как у всех не больше не меньше у нас тоже это присутствует ну стараемся заложивать держать так сказать знамя держимся за своих хороших сестер за своих хороших врачей и братьев и братьев да ну что спасибо огромное андрей сач овчинников заведующий стационарного деления номер три был у нас сегодня в гостях вашем лице всему вашему коллективу потому что несмотря на то что леса люди к сожалению болеют круглый круглые сутки круглый год поэтому вы должны всегда быть на чеку ждать клиентов при этом мы желаем чтобы их все таки было поменьше потому что и вам полегче будет ну и это будет означать что вроде как население здоровее спасибо большое успехов вашего стационарному отделению номер три это была программа открытый диалог а вы задумайтесь прежде чем случайно попадать к врачу не забывайте сколько раз мы говорили вам о профилактике и о диспансеризации сделайте это самостоятельно чтобы потом не было никаких сложностей с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и и и и и Продолжение следует...